Вы хотите, чтобы ваши дети жили мирно и богато? И вы ходите на улицу? Кроме внутренней политики есть внешняя, на то придуманы границы. Хотите границы опомнить? То мировое правительство. Это одна из малосерийных фотографий науки ВПК СССР. Здесь есть потертости, некоторых героев. Это военная элита, а военная – это иной мир, государство. Или, если правильно сказать, военная – это внешняя политика, в которую вложено государственное гражданское общество. Это научная военная элита Советского Союза. Звонок Александр Александрович, мой друг и научный руководитель. С ним мы в гараже взрывали микроволновку и делали холодный ядерный синтез. Звонок Александр Александр Александрович, мой друг. мир мир говорят здесь мнение что закон сохранения энергии это когда человек что-то знает думает об этом и молчит когда он это молчит это все материализуется вначале было слово а слово сказанное с осознанием чистоты что эта чистота существует мы все это чистота чистота, энергия диапазон что это у нас здесь за график на доске в общем это какая-то некая временная прямая которую мы привыкли прошлое, будущее настоящее наша проявленность так вот что интересно бесконечное будущее и безначальное прошлое антониум слов бесконечность и безначальность мы не знаем что будет будущее нам ни один ученый никто не может сказать конкретно но также нам никто ни один историк тоже не может сказать с чего мы начались безначальное прошлое бесконечное будущее духовное развитие мгновение есть только жизнь между прошлым и будущим это мгновение называется чистота сознания в эти же мгновения существует и человек бездома и человек государственный человек без частной собственности с частной собственности человек без частной собственности государственной сообщественной собственности этот находится на полном государственном освещении кое-как мало то с частной собственностью коих больше, и всех бездома коих тоже достаточное же количество, на которое надо обратить внимание. Любовь, добыть и милосердство, злоба, строга, искура, косы, ста. Метрика чистоты восприятия. Вначале было слово, и слово было у Бога. Человек, когда говорит с осознанием чистоты, троица. Имя, названное не есть постоянное имя. Слова, это вибрация, частота вибрации. Все, что здесь говорится, правда и вымысел. Два в одном проявлено. Для кого-то это правда. Правда, кстати. Озвученное намерение. И это озвученное намерение слова. А слово, сказанное с осознанием чистоты, святой троицы, животворящие евреи. В России большие перемены. Сок добрым. Животворящим. Новым. Время. Время. Прости. Так. Обращение о намерении. Или заявление. У нас в стране право заявительное. И поэтому даже пенсию не получишь, если мне напишут заявление. Так что мы заявляем. А это и есть видео обращение, это видео заявление. Если говорят деньги, деньги. Ну подумайте сами. Люди. Все же слышали о масонах, о каких-то орденах, которые... Существует же духовное, духовная жизнь. Это духовная жизнь иной раз в институт. Со своими лестницами, подъемами, классами. Правительство. Правительство не мыслит категориями денег. Сфинк. Не должно мыслить. Сфинкс. Дверь в иное измерение. У него четыре составляющих. Время. Пространство. Информация. Энергия. Цена. Качество. Их уникальный отпечаток. Страх. Оружие управления. Нет никакой магии. А обычный. Фокус. Уверен, не хватает честных деталей. Нет ничего более неясного, чем очевидные факты. Скорость мышления в визуализации. Мы сами создаем факты своего существования. Касаемо денег. Понимаете, что деньги это изобретение. Что экономика это изобретение. Что это механизм, подчиняющий законы физики. Мета физики. Оборот энергии. Вы понимаете, что вы можете взять устав своего собственного предприятия, над которым вы работали, и думали, и выбирали хозяйственную деятельность, классы хозяйственной деятельности, статистики. Вы проявляли свой творческий потенциал и свои намерения, где вы хотите трудиться. Это ваша интеллектуальная собственность. Это ваш нематериальный актив, который вы можете поставить, оценив на баланс предприятия. Установив срок и амортизировав. А что это значит? Это значит то, что вы можете снизить свои налоговые затраты. Затраты на свое налоговое время. Комментарий к патенту. Малоразмерный беспилотный летательный аппарат для мониторинга техногенных катастроф, пожаров и территорий. И второй патент. Комплекс мониторинга чрезвычайных ситуаций. Эти два патента идут вместе. Это гражданский проект. Призванный создать новое предприятие. Новое предприятие, в которое будет уже заложена социальная ответственность. то есть, иначе говоря, мы вписываем во владельцы, авторов это не касается, во владельцы, юридические лица уже существующие предприятия, физические лица и объекты социальной среды, детские дома, поликлиники. Иначе. 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 Платон писал государствам, формула олигархия – это проблема, реакция, решение, формула сознания, но есть и другие модели. Сегодня мы отдаем часть технического решения государственному предприятию, государству, в лице какого-либо предприятия. Дабы к этому изобретению был интерес, интерес к его развитию, внедрению, вообще интерес к научно-техническому решению и вообще к этой отрасли, к научной отрасли. Мы отдаем часть научно-технического решения потенциальному предприятию, которое могло бы его внедрять или заниматься его внедрением. Мнение авторов о том, что изобретение полезное, нет сомнений. и при его внедрении правообладатель будет получать суперприбыль. Дабы была эта прибыль полезна обществу, мы отдаем часть детскому дому-интернату, социальному учреждению. В общем-то, это не новая модель, она существовала в Советском Союзе. Если вы человек среднего поколения, вы помните детские сада, поликлиники, ведомственные. Когда предприятие содержало на своем балансе детские сады, куда ходили их дети, дети их служащих, рабочих. Это поликлиники, где они лечились, обслуживались. Это социальная модель, призвана улучшить экономическую среду в России, повысить гражданскую ответственность. мы включили патент людей, которые уже являются брендами. представители шоу-бизнеса, культуры. Данное решение можно рассмотреть как маркетинговое. маркетинговое решение, авторское решение, что сокращает кратно расходы на рекламу, на пиар, на продвижение, в средствах массовой информации. также это событие находится в русле инновационной политики государства и молодежной политики. однажды я подошел к юристу и спросил, а вообще возможно ли включать в подобные гражданские проекты сразу детей, то есть ребенку неважно, год, два, три, то есть это поколение, это 2050, это то поколение. на что он не ответил, но почему же в других государствах дети при рождении получают часть бюджета. мы представляем внебюджетный источник финансирования, то есть это новый источник финансирования, который происходит из изобретений, из нового явления. хотел бы я с детства родиться и получить права в легкой промышленности. в какой-то другой авторской услуге, которая бы приносила доход и обеспечила мое достойное существование. мы заинтересованы создавать такие проекты международного характера, основанные на российском научно-техническом решении. то есть российское авторство. хотя мое мнение авторство не существует. это единое информационное поле, а авторство, термин авторство, это скорее юридически им же изменяемое. то есть это не что иное, как экономическая настройка. модель, бизнес-модель, когда-то придуманное изобретение. на базе российского приоритета мы можем создавать международные предприятия. и самое простое решение создания на самой ранней стадии это заявление. заявлению Федерального института промышленной собственности исключительно списка тех предприятий, которые уже впоследствии принятия положительного решения и выдачи на патент, а патент это ценная бумага, это свидетельство о собственности. во внешнем процессе регуляции информационных отношений организма с внешней и с внутренней средой являются эмоции, в которых психическое и физиологическое присутствуют одновременно, как две стороны единой нервной деятельности. эмоции способны значительно влиять на механизмы фиксации информации, ослабевая или усиливая ее. в зависимости от положительного или отрицательного характера эмоциональной нагрузки, сопровождающей информационное воздействие для фиксации в памяти, человек впоследствии формирует свою целенаправленную деятельность. Другими словами, все, что вы имеете внутри себя, есть шаблон. Если он информативно негативный, то и на новое открытие явления, события именно его вы и натягиваете. Это ваш опыт. Ну а коль вы добрый человек, и позитив из вас так и прет, вы во всем видите радугу. Горько осознавать, что люди перестали верить в то, что они делают. Однако делают. Мышление имеет энергию. Сегодня Верхневовское авторское общество представляет гражданский проект в сфере социальных инноваций «Беспилотный летательный аппарат «Новая авиация» в элементной базе «Автотермей». Суть проекта – создать новую форму предприятия, уникальный состав участников, основанный на промышленном праве, в производстве, в любой отрасли хозяйственной деятельности. Участники проекта – молодые, известные актеры российского кино. Аристарх Ленинс и Емельянов Кирилл – актер театра современной пьесы. Представитель движения «Наши» Антон, да-да, тот Антон, тот Челябинс, закопавший себя по колено в песок, чтобы встретиться с премьером Владимиром Путиным. Детство – сиротский дом. Это предприятие – социально ответственное, холодный ядерный синтез, мирный синтез на благо человечества. Сегодня мы готовы объявить о новом методе капитализации малого и среднего предпринимательства. Визуализация событий – СМИ, блогерские технологии, тематический видеоряд, короткометражный документальный фильм, сценарий, объясняющий появление данной технологии как физического решения природного явления. Отрасск культуры – героизация, создание образа равнения и ответственность на гражданскую позицию и социальную активность, ряд торжественных мероприятий, мода на науку и инновационное правосознание. Открытость. Основания для заключения соглашений были использованы на научных и технических результатах в области плазмохимии и применения их в иных отраслях хозяйственной деятельности. Возможно. Возможно подать заявку на искусственный плавучий остров с тематической энергетической установкой и создать уникальный состав участников Международного исследовательского института океанологии. Благотворительность. И все же есть плюсы, когда явление приходит совершенно неожиданным образом, совершенно иным путем своей дорожкой, иная теория параллельная. Всякий, кто задается вопросом и вопрошает, то по мере веры получает пользу. Кто с малой верой приходит, получает мало пользы. Кто с великой – великой. Они же есть о чем размыслить.